МОСКВИЧ 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 Армянин? Ты не ответил на мой вопрос. Сын, давай быстрее мне человека еще в аэропорт везти. Ты ответил на мой вопрос. МОСКВИЧ Нет. Сейчас проверим. Москва не сразу? Зажралась! Не москвич. В Третьяковке был? Конечно, это же Третьяковка. Точно не москвич. Москвич? Сын, ну что ты такое говоришь? Я даже в универе приезжего играю. Ты не ответил на мой вопрос. Давай быстрее, мне в аэропорт надо такси ждет. Ты ответил на мой вопрос. Так я не понял, меня тоже спроси. Давай без ерунды всякой, давай. Не, подожди. Ты у всех спросил, а меня нет. Я что, лисы что ли? Давай спроси. Хорошо. Москвич? Да, москвич. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Как дома? АПЛОДИСМЕНТЫ Нормально, брат. Женился вот. Ребенок родился у меня. Кто? Мальчик. Москвич? АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну вырастет, сам решит. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, давай, мальчик, иди тут взрослые разбираются, иди поиграйся. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Раз никто не признается, пусть москвич сам поднимет руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Поднял. АПЛОДИСМЕНТЫ Стоит и улыбается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я так и думал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я вас поздравляю, дорогие друзья. В нашей команде самый скромный москвич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну наконец-то мы готовы представить нашу первую новеллу о Москве. Представьте, в обычном московском кафе. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Что будем заказывать? Две чашечки куфы, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. И еще. Мы не геи. Окей? Окей. То есть, мы с моим другом Альфредом, не путать с бойфрендом, просто хотим выпить по чашечке эспрессо. Это понятно? Да. То есть, просто любовь к молотым обжаренным кофейным зернам. АПЛОДИСМЕНТЫ Не друг к другу. АПЛОДИСМЕНТЫ Усёк? АПЛОДИСМЕНТЫ Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ступай. АПЛОДИСМЕНТЫ Я же говорил, лучшая защита — это нападение. 12 декабря в Москве состоится первый в России концерт самой эпатажной певицы современности «Леди Гага». И чтобы проверить подготовку к мероприятию, уже сейчас на концертную площадку приехал менеджер певицы. «Леди Гага» Так, идите-ка сюда. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? Вы вообще, райдер читали? «Почему ничего не готово? Завтра концерт!» Вы установили решётки на окна гримёрки? Аааа Да не переживайте, в гримёрку никто не залезет. При чем здесь это? Я боюсь, чтобы она никуда не убежала. Так. а где тут всё? «Святая вода», «Осиновые колья»». «Серебряные пули». Где? Друзья, милые мои, это вопрос вашей же безопасности, в конце концов. Вы просто сами копаете себе могилу. Кстати, вы помните, по райдеру вы сами копаете себе могилу, да? Ну и последний вопрос. Кто на разогреве? Есть она неадекватная, но видит Бог, звать мы ее не хотели. Женечка, солнышко, выплюнь жука и иди сюда. Начало впечатляет. С причала рыбачил дистрофик Сергей, карась оказался сильней. Вы это уже слышали и выжили, да? Темная дочь в чистокровной арийской семье. Может быть, она еще и током бьется? Были у Маруси минусы во вкусе. Джемпер белый с кофтой, серый, сиреневые труси. Деточка, вас никогда не закапывали? Пришел с гимназисткой домой. Не вышло у них ничего. Ведь Ленин такой молодой, и опыта нет у него. Я так полагаю, если ей сейчас в ногу выстрелить, она не замолчит, да? Из катафалка музыка играет. Пусть он пустой, но все же это шок. А тут еще и выбор добивает. Русское радио. Все будет хорошо. Алло, Гага, приезжать не надо. Здесь уже не переплюнешь. Московские новости. Мальчик с очень маленькой головой может смотреть в подзорную трубу сразу двумя глазами. Гражданка Петрова скинула в пост два килограмма, и теперь должна наркомафии сто тысяч долларов. У самой мудрой в лесу совы в дупле на полке стоит маленький хрустальный друсь. Баба Надя так часто вызывала скорую помощь, что потом врачи даже какое-то время по ней скучали. Рубрика «Психологи». Есть одно слово, которое приводит женщин в восторг и доводит мужчин до белого коленя. И слово это «шоппинг». Итак, уже знакомая всем пара Игорь и Лена в торговом центре. Лена! А что-то я не понял, а что это на карточке деньги закончились? Ну, у нас с циркой был маленький шоппинг. Надо было очень сильно постараться, чтобы на безлимитной кредитной карте закончились деньги. Это что такое? Это колечко Кавалли. И сколько человек его Кавалли, что оно стоит? 250 тысяч рублей! Это что? Да-да-да, это пятый айфон. Это четвертый. Игорь, я адекватно, это пятый айфон. Ты неадекватная, это четвертый и пятый айфон за этот месяц. Это что такое? Серпантин на Новый год? Игорь, это чек из салона красоты, дай сюда. Подожди, красотка. О, ты постриглась. Ты заметил? Я прочитал. Ну и как тебе прическа? Знаешь что, мне кажется, что ей не хватает какого-нибудь головного убора. Не знаю, вон, сомбреро надень. Сомбреро! Красивая, да? Угадай, куда я в этом пойду? Да что гадать, я точно знаю, куда ты сейчас со всем вот этим пойдешь. Только не знаю, как со сцены об этом сказать. Парео! На зиму она купила парео! За сколько? Игорь, я тебя умоляю. Игорь, пожалуйста. Не, ну согласен, Парео нужная вещь. Нужная и с огромной скидкой. В этом мы с иркой знатоки. Знатоки? Тогда, внимание, черный ящик. И против семейного бюджета играет безработная Елена из Мехико. Внимание, вопрос. Что было в голове у Игоря, когда он три года назад сказал в ЗАГСе «да»? И что меня теперь за все это убить? Вот, первая здравая мысль за сегодняшний день. Лена, знаешь, чего не хватает на этой карточке, кроме денег? Ну, цифры, буквы, я не знаю. Слез! Она мироточить должна! Я мученик! Так, все, пошли домой, я есть хочу. Ой, а у нас хлеба нет. Лена, ну ты же в магазин как раз за хлебом и выходила. Игорь! Игорь! И снова московские новости. По дороге в подвал Светлана уже начала сомневаться, а будет ли фотосессия? Умер директор кинотеатра. Похороны состоятся 27 декабря в 14.10, 16.10, 18.10, 22.10, 3D. Если на конвейере автоваза нажать кнопку «Сброс до заводских настроек», то завод снова будет выпускать эмалированные ведра. У мальчика, которого очень часто катали на велосипедной раме, попа делится еще и поперек. Ну а сейчас мы представляем вам наш видеорепортаж из одного московского клуба. Там вы увидите достаточно типичную ситуацию. Девушка танцует, приезжий парень к ней пристает, а местный за нее заступается. Пожалуйста, смотри. Алло, да, привет, я в Москве на дискотеке. О, тут девушка классная танцует, подойду, познакомлюсь. Здравствуйте, девушка. Что? Можно с вами познакомиться? Нет, спасибо. Я прошу прощения, Алёна, он что тебе пристает? Нет, просто подошел познакомиться. А, тогда извините. Это вы извините. Извините. Всего доброго. Та же ситуация глазами кавказца. Алло, братуха, здорово! Я в Москве, я тут король. Сейчас хозяин клуба ко мне на коленях выполз. Заберу девчонок и поеду отдыхать. Я, я свободная, я пьяная. Заберите меня кто-нибудь из этого клуба. Желательно кавказец. Привет, принцесса. О, боже, какое счастье, что именно вы подошли ко мне. Откуда в этом клубе такой красивый, лысый итальянец? Едем к тебе немедленно. Ладно, ладно, если никого лучше тебя не найду, так уж и быть, поедешь со мной. Хорошо, тогда я буду стоять на коленях возле этой колонки и, как верная собака-хатика, ждать своего хозяина всю жизнь. Слышь, ты, приезжий, я бык, я гопник. Моя цель жизни – это подраться с приезжим. Алена, он что к тебе пристает? Нет, нет, это я к нему пристаю. Я хочу уехать с этим богатым красавцем в Адлер. Тогда иди в его машину и жди его. А пока вы не уехали, ты должен с разбегу пробить с ноги мне в жбан. Понял? Я гость в этом городе. И слова хозяина для меня закон. Поехали! Пойдем, брат. Та же ситуация глазами девушки. Адур-дадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Спасите меня! Блин, где же ты? Спаси меня! Аленушка! Аленушка, я спасу тебя, Аленка! Эй, ты что не видишь? Я кайфую! Не мешай мне! Сейчас я ее заберу с собой в свою пещеру и буду приставать к ней 75 раз. А потом заберу ее к себе и сделаю своей 15-й женой, чтобы она стирала, убирала, гладила и продавала мою чучхалу на моем пляже. Я тебе не позволю, мой меч, твоя голова с плеч. Пойдем биться! Пойдем, щенок! Аккуратнее, Иванушка, у него травмат! И, наконец, та же ситуация глазами местного парня. Ох, веселье, весельюшка! Сейчас выпью сока березового, да буду красномолодца ждать. Кого ты будешь ждать? Поехали со мной, крошка! Я к тебе портить буду! Где же ты, герой мой, Иванушка? Эй, ты! Убери свои грязные руки от девушки! А вы кто? Я Рэмбо! Иван Рэмбо! Я слежу за этим районом, когда бухой! Прости меня! Прости меня, Рэмбуш, капец попутал! Прости, родненький! Поздно! Я уже принял свое жестокое решение! У меня жена это... Алена, брат, вызывай милицию! Солдафон дьявола губит! Вы знаете, и все-таки мне хотелось бы разобраться, кто в нашей команде москвич, а кто гость столицы. Санка же, хватит уже, хватит уже вот этот вопрос задавать. Семь уже, сто лет уже москвичи, давно уже мы москвичи. Какие? А шо от москвичи? Ну, молочные. В смысле? Ну, мы молочные, а дети точно будут коренные. Подобрели бы к нам москвичи незаметно, но нам-то заметно. Ты глазами в толпе поищи, очень редко встречается светлый. В Ереван не летает ашот. Хоть же не говорит, что летает. Мы болеем всегда за спартак. Ну, а кто-то в нем даже играет. Мы давно не спускались в метро, паспорта проверяют все реже. Я вам честно признаюсь, друзья, начал косо смотреть на приезжих. Изменила нас сильно Москва, сидя в офисах мы депрессуем. Ну, послушайте вы нас, москвичи, мы еще, мы еще потаксуем. Дорогие мои москвичи, в общем, те, кто сейчас в этом зале. Вы же сами когда-то давно все откуда-то поприезжали. Дорогие мои москвичи, в общем, те, кто сейчас в этом зале.